Друзья, и вот так от героев дней минувших мы переходим к настоящим героям, которые сейчас совершают какие-то удивительные вещи. Без лишних предисловий, мы встречаем это утро с пилотом-парашютистом Вадимом Ординарцевым, который совершил прыжок из стратосферы на вершину Эльбруса. Вадим, доброе утро. Доброе утро. Я думаю, главный вопрос, который вам задают люди, далекие от парашютного спорта, собственно говоря, зачем? Ну, прежде всего, стратосфера громко сказана, так же, как и герой. Да ладно, 7200 метров, это не стратосфера? Нет, еще не стратосфера, ничего необычного. Ничего необычного, 7200 метров. Просто пришла идея, почему не повторить подвиг наших предков и не совершить прыжок на Эльбруса. Единственное, я решил, что наверху должно быть Знамя Победы. Вот, собственно, в этом достижение, наверное. Ну, кстати, знаете, вот сейчас, если серьезно и без шутех, после того, как я посмотрела видео, впечатлилось, конечно же, я думаю, почему именно Знамя Победы? В чем суть этого символа? Я стала читать историю только после того, как увидела вас со Знаменем. И я поняла, что это та героическая страница, которая выпала из поля моего внимания, ну, потому что там где Калужская область и где Эльбрус. Оказывается, там грандиозные события. Вы же тоже наверняка об этом читали, знаете. Да, это так, в том числе и потому Знамя Победы. Помимо прочего, что это наш общий, наверное, символ воли, терпения, сопротивления. И подвига советских альпинистов. Да, то есть вы совершенно верно заметили, что во время Великой Отечественной войны, когда Эльбрус находился в зоне немецко-фашистской оккупации, туда были направлены наши воины-альпинисты, для того, чтобы свегнуть символы нацистской Германии и установить там флаг нашей советской родины. Поэтому я посчитал возможным доставить туда Знамя Победы именно в таком виде. Ну да, это получился и символ, и напоминание. И как ни крути символ вашей личной победы, потому что то, о чем вы говорите, о повторении подвига наших предков, насколько я знаю, 30 лет назад такое было. То есть это не то, что каждый год кто-то прыгает на вершину Эльбруса. Все-таки это довольно-таки уникальное событие. Расскажите, как долго вы к нему готовились? И как именно вы готовились? Потому что повторить все условия, разреженную атмосферу, ну, на мой взгляд, это задача-задача. Активная подготовка длилась 8 месяцев, хотя идея пришла 2,5 года назад. Мы начали готовиться с моим товарищем, лучшим воздушным оператором России, наверное, мира, Андрюшем Слепневым. Но, к сожалению, он трагически погиб. И мной было принято решение продолжать подготовку и, в том числе, посвятить этот прыжок памяти Андрея. Вот. Основная сложность – то, что действительно разреженная атмосфера, характеристики парашюта совершенно иные, они гораздо хуже. Подготовиться в обычных условиях к этому, может, было и не совсем реально. Но я благодарен очень многим людям, которые оказали поддержку, пошли навстречу. Таких было действительно немало. Спасибо им огромное за это. Ну, я немножечко далека от парашютного спорта, поэтому, возможно, буду задавать наивные вопросы. Но, как мне кажется, от вас конкретно требуется физическая подготовка, знание различных законов того, что может пойти не так. Но ведь наверняка должна быть еще и целая команда людей, не знаю, на месте, не на месте, дистанционно, которые принимают самое важное решение. Вот сейчас вот можно прыгать? Или лучше все-таки, чтобы сохранить красавица пилота? Совершенно верно. Вместе со мной была команда отважных ребят. Они тоже парашютисты. Естественно, только они могли принимать решение. Прыгать или не прыгать в данный момент. Всем известно, что Эльбрус – непростая локация с точки зрения погоды. Там постоянно меняются погодные условия. И даже в этот момент при всех положительных прогнозах ребята ждали на вершине 3 часа практически без кислорода, чтобы дать мне команду на взлет. Это дорогого стоит. Поддержка этих людей, среди них чемпион России по парашютному спорту, Володь Залужный. Ему просто огромное спасибо. То есть, наверное, этот прыжок был, в принципе, вопреки всем погодным условиям. То есть риск был? Риск всегда есть. Тем более в таких условиях. А скажите, вот вы психологически держали в голове вариант, что прыгнуть не получится? Ну вот, что вы собрали кучу людей, люди там 3 часа уже стоят, да, у вас такая миссия. Ну, правда, очень хорошая, чисто душевная миссия. А раз и погода не благоволит, и вы не прыгаете вдруг. Вы знаете, я был готов к этому. Наверное, в какой-то момент я начал сожалеть, но для меня было важно здоровье людей, которые были со мной. И в какой-то момент, да, я не сказал, ребят, если условия не позволяют, а мы не прыгаем. На что Володя, мягко говоря, сказал, мы работаем. Потрясающе. Вообще-то чудесная история, что и вы позаботились о людях, но и люди сделали все возможное для того, чтобы ваша мечта, ваша общая мечта осуществилась. Тем не менее, несмотря на то, что вы рассказали о трагической гибели своего друга, товарища, видео все-таки было того, как вы прыгнули. Скажите, как это было организовано технически? У нас на борту вертолета был фотограф, во-первых, а во-вторых, в нашей команде был один из лучших операторов ФП Ведрона по вот таким вот эпическим съемкам. Эрика Ракелян, молодой парень, 19 лет. Для него, в принципе, это, наверное, работа над собой какая-то очень большая. Взойти на вершину, для понимания, это непросто. То есть это 6 часов, ты карабкаешься наверх, потом 3 часа ожидаешь чего-то. Зачем, почему, для чего. Вот. В безвоздушном пространстве с пониженным давлением техника работает по-другому. Ну, я говорю, вся команда сработала на 5 с плюсом. Ну, а вы планируете уже дальнейшие подвиги? Ну, да, есть идеи. Я надеюсь, что вы о них расскажете нам первыми, потому что у нас программа «Утро первых». Договорились? С удовольствием. Все, отлично. Вадим, спасибо вам огромное. Спасибо вашей команде, тем людям, которые вас поддерживали. Володе, Эрику и многим-многим другим, которых вы не назвали, но которые внесли свой вклад. Продолжайте свое дело, удивляйте нас. И главное, будьте здоровы и не рискуйте просто так. Спасибо вам, доброе утро и будьте первыми. Спасибо большое.